Всем салям, друзья, с вами Даник. Во-первых, хочу вас поздравить с Новым Годом, пожелать вам счастья и здоровья, а также вашим близким, чтобы в Новом Году у каждого из вас было больше добра, чем в предыдущем. Ну что, мы возвращаемся на YouTube с моей любимой рубрикой «Фейк, не фейк». Правила очень просты, перед нами выносится предмет, а мы с моим соперником должны угадать, настоящий он или нет. Сегодня в гостях у нас Дима Масленников. Ну, блин, ну, поэтому я сделал так. И я тоже. Ну, а перед началом ролика я хочу попросить вас поставить ему лайк, написать в комментарии, за кого будете болеть и подписаться на канал, ведь мы идем к двум миллионам. Поехали. Are you ready for a good time? Он должен сказать, фейк это или не фейк? О май гад. Робарто! Реально он приехал? Вот я и вас сразу обладаю. Здорово. Три, два, один. Откну пальцем в небы сразу. Ну что, друзья, сегодня я решил позвать своего любимого Димку Масленникова на выпуск «Фейк, не фейк». Стоп, подожди, фейк, не фейк сегодня будет? Да. Блин, ну вы не того позвали. Нет, смотри, у нас просто в семье... Я не знаю, как... Нашей? Предыдущей с ней. Ну, я не знаю, как так родители работали. Значит, у нас очень много братьев. Знаком с моим братом Сержем. Что, мапель Серж, мои маленькие котятки? Бур-бур. Знаком. С моим братом Сержем из Франции, который является экспертом в кулинарии тотальный. Просто если фейк не фейк, вот это определять настоящие вещи, мода, стиль и так далее, это надо было звать моего другого брата из Португалии. Роберто. Если хочешь, я могу позвать быстрее. Давай, ладно, зови. Роберто! Реально он приехал? Ребята, напишите в комментариях, как вы вообще отпраздновали Новый год, какие истории у вас там смешные, может быть, появились. Обязательно в комментариях черканите, так интересно, потому что у меня лично Новый год прошел просто... О май гад! Так ты Роберто? Роберто. Это вам очень приятно познакомиться. Оле, Роберто. Оле, мы приветствуем тебя. Извини. Роберто. Вы думали, Эдиман Альфач? Роберто Альфач. Роберто Альфач. Ты, наверное, хотел вот так сделать. Мисс Кузи. Я настоящий эксперт моды. Я сделал вот эту вот куртку из DVD-дисков. Я умею делать маленькие чудо. На мне есть пиратка. Мне кажется, если его очень быстро промотать, только запустится кино. Плохо выглядит? Ну, выглядит плохо, да. Да нет, пока не выглядит стилево. Роберто, позови там Димана. Все-таки с ним снимаем. А, пи***о. Дима. Дима. Ну что, Дима, напомню тебе правила. Все очень просто. Ага, рассказал правила человеку, который разрабатывает формат. Спасибо. Да, спасибо, Дима, кстати, за формат. Давайте начинать с первого предмета. Закрывайте глазки. Итак, прежде чем вы откройте глаза, я хочу вам сказать, что перед вами легенда, настоящая легенда. Благодаря тому Крузу этот бренд стал в 40 раз значимее и дороже. Значимее. Значимее. Это, кстати, русское слово было. Вот первый фейк. Открываю. И ты еще очки доходил, Света. Я подумал, что в кадре мало очков. Слушай, как думаешь, они сломаны? Они как бы куда-то идут. Мне не эксперта. Через три, два, один. Ну, б***ь. Смотрите. А мне это интриговать не правило? В итоге разобрал их полностью. На гвоздях посмотрел надпись. Есть ли надпись или нет. Похоже, что это оригинал. Не, ну, по каким моментам я могу понять, что это не фейк? Написано Ray-Ban. Все. Почему бы я сказал, что это не фейк? Ну, потому что человек хранит эти очки, да? Даже с чем-то, что они сломаны. Если бы это был фейк за 200 рублей, сколько стоят фейковые, то он бы их сразу выкинул. Либо он очень жадный бомжар. Все сделано очень аккуратно. На каждой детали очень много элементов, говорящих о том, что это Ray-Ban. Выпуклая вставка. Здесь надписи, надпись, количество копий. Здесь Ray-Ban, сделанный в Соединенных Штатах. Сразу видно мнение эксперта, человека знающего. Я просто не разбираюсь в очках, как вы видите. Мне кажется, это оригинал. Поэтому я сделал так. И я тоже. Отлично. Друзья, я вам аплодирую. Во-первых, хочу сказать спасибо за гениальное, мудрое, тонкое мнение. Это фейк. Это я про Данька и выгнал. Это фейк, это фейк, это фейк. Это фейк. Реально? Это фейк. Реально фейк? Это фейк. Это настоящий фейк. Это настоящий фейк. Ну, че... И я тот самый бомжар, которых не выкидывает. Это твои? Нет. Вот я и вас сразу обладаю. Как и я. Вот поэтому в контейнерах не можем заработать. Сколько раз мы были в минусах. Прежде чем вы откройте глаза, следующий предмет вы можете только смотреть, но не трогать ни в коем случае. Открывайте глазки. Трогать нельзя, не. А есть. Здорово. Я готов. Я тоже готов. Раз, два, три. Парам. Ой. Я думаю, что это настоящие растения. Настоящие? Которые порубили и вот... А почему не пахнет? Тоже вопросы. Хотя я вроде пернул. Теперь я понимаю, почему Дима так долго нюхал. Он не мог определиться, это ель или да не ель. Реально елка такая. Ну что ж, Диман, я тебя поздравляю. Ты большой молодец. И вправду тебя твое чутье не подвело. Это настоящий агрегат, который сделан полностью ручками. Это хендмейт. Это... Даник сидит на перлу. Тебя чутье не подвело. А касаемо Даника, я не шутил, да. Счет 1-0, и мы двигаемся дальше. Ну что ж, друзья, перед вами настоящий эксклюзив. Открывайте глаза. Раз, два, три. В жизни я желаю быть каждому таким же. Берите удачу в руки и просто бегите. Я даже не успел предмет увидеть. Реально. Зато Дима уже успел предмет потратить. Даник, ты хотя бы понял, что это было? Нет. Я открыл глаза, просто с рукой с**лся. Итак, это эксклюзивная двухдолларовая купюра from USA. Когда-то на эту купюру можно было выиграть даже грин-карт. И там просто фотка моя. Нумизматикой занимался, но есть они несколько штук. Да, ребят, самое интересное хобби это нумизматики. Нумизмотология? Нумизмотология. Напишите, что такое в комментариях. А там разве не только монеты? Я тоже думал, что только монеты. Это фиаско, братан. Я не знаю, я не вижу ни одного знака угодного. Даник, что видишь ты? Ну, я вижу, что вот есть на свет там какие-то картиночки внутри, так что мне этого достаточно. То есть нумизмат такой себе-себе, да? Картиночки внутри, ты другую сторону пишешь. Думаю. Не, а реально, Даник, ты знаешь, какие-то отличия, как настоящую купюру от фальшиво отличить? Ну, там картиночка внутри видна. И на этом сложный момент, друзья. Ваши варианты через три, два, один. Весьма-не-весьма-не-весьма-не-плохо. Не, прикинь, здесь написано типа подделка. А мы такие что-то рассматриваем там. Дима на самом деле заметил очень важную деталь. Вот эти купюры до 63-го года, если не ошибаюсь, делались в большом количестве. Потом был большой перерыв, и они снова запустились. И именно эта купюра выпущена до 63-го года. Поэтому все правильно, это настоящее. Браво. А мы двигаемся дальше. Ну что, прежде чем откройте глаза, я сделаю вот так. А вы готовы для хорошего времени? Да, мы готовы! Там Джеймс Браун, на самом деле? Ну почти, открывайте глаза. Сними меня там. Сними меня полностью. Насколько же я вообще ни в чем не шарю? Держи. Так, ну по моим ощущениям это какое-то угрожение. Ты это на вес сказал? Задание максимально тупое. Мы должны сказать фейк это или не фейк. А ты сказал нам еще определить металл. Ты что? Готов? Три, два, один. Смотри, если скажешь, что это настоящее золото, я тебя ткну пальцем в ебе сразу. Это настоящее золото? Это не настоящее золото, сто процентов. Это не настоящее золото, зима, белая золото. Сто процентов, да? Нету пробы. Раз. Она не тяжелая. Два. И третья. Видно, то, что золото сожжено уже. Это не настоящее? Хорошо, что Диман не участвовал в ролике «Кто самый умный из лиги?» Не ожидаются свои на стол. Итак, счет 2-0. Даник, соберись. Пора бы уже, ведь предметов не так много. Хотя, нет, много. И так, следующий предмет отдает настоящим тестостерон, поэтому будьте аккуратны. Леша с Леру. Выложу яйца свои на стол. Готов? Я открыл уже. Фирма Харли Дэвидсон. Точно настоящая. Какао. Потому что кто-то его носит в заднем кармане. Причем конкретно в середине задний карман. И вот этот весь кошелек. Если ты хочешь запах кожи, понятие, не внешку надо не уходить в кармане. Почему? Внутренняя часть кожи. Это настоящий кошелек. А я просто списал у него, как когда-то в школе. И что ж, Даник, твоя чуйка тебя не подвела? Все верно. Сейчас становится 3-1. Дима великолепен. И знает настоящий вкус кожи. Не бойся твой. Конечно мой, поэтому дерьмом упахнет. Раз, два, три. О май гад. О май гад. Вопрос. Вопрос вам. Это парфюм. Так. Где появились духи? Ну, типа во Франции, правильно? Нет. В древней Египте. В Усть-Катаве? Как по-другому называются духи? Одеколон. Да. Вот тебе ответ. В Одеколоне появились? В Германии. Одеколон? Одеколон. Удер Келон. Келон это Кокель. Немецкий. У тебя хорошо, потому что у тебя есть брат Кельвин, который тебе это подсказал. Так, ну это женский лакост. Все, что я могу пока сказать. Розовая баночка. Ммм, как вкусно. Держи, диван. Не, ну это женский аромат. Выглядит на самом деле довольно все по-настоящему. Как будто я купил это где-то Рив Гош. В целом, отличить вот настоящий парфюм от ненастоящего очень тяжело, если у тебя просто в руках баночка. Да он сейчас отличит опять же. Вот на что ты смотришь, мне интересно. Вопрос. Вы взяли банку духов, вырезали крокодильчика и приклеили ее сами? Нет, но мне нужны ваши варианты ответить. Просто там клей торчит. Очень жестко. Слушай, сейчас не лучше времена, у Парижа тоже. У Парижа? С учетом того, что снизу написано Германия? Это фиаско, братан. Ну это все рядом, понимаешь? Я в шоках. Браво, браво, друзья. Все верно. А вы реально так наклеили? Мы? Нет, оно такое было. Серьезно? Да, в магазине так продавалось. Серьезно? Это так дерьманский? Как дерьмово. А нет, вы слышали в начале, что я говорю, ну вроде нормально сделано. Как вкусно. Держи диван. А мы можем здесь ширму поставить? А ты чувствуешь себя в школе? Ну давайте, чтобы в следующий раз было честно, Даник, ты будешь первый показывать рублю. Хорошо, договорились. Закрывайте глазки. Раз, два, три. Вот, значит. Значит три. Раз, два, три. Ты что, списал? Этот телефон у нас на рекламе лежит. Если нам сама компания прислала. Это будет отстойно. Я был максимально уверен, что вы покажете глаз, но я вас огорчу. Потому что это вполне не фейк. Это, конечно, видно же. Глаз саммастер, смотри, а! Не, сделано, кстати, неплохо. Не, у них правда прикольный телефон. Realme, закажите рекламу, пожалуйста, Даник. Еще одну. Мне кажется, его надо сделать амбассадором. Но я сразу предвижаю, я не в каждом ролике делаю с тем, что я не знаю. Я заснял. Да, раз, два, три, все. Ого, красиво-то как. А? Будьте, во-первых, аккуратней, потому что это реально антиквариатный эксклюзив, и вы должны понять, это настоящее серебро или нет. А то я думал сейчас майзерский набор, отличительный оригинальный. Ну, это было бы слишком просто для тебя, поэтому... Вроде как бы... То есть ты так проверяешь, серебро это или нет? Да, ну, Диманш-вампир. Вроде не дымится. Будьте, во-первых, аккуратней, потому что это реально антиквариатный эксклюзив. Дим, ты все сломал. Дима пытается найти... Дима пытается... Дима пытается найти надпись, что это серебро или нет. Пока Диман там что-то думает. То есть ты, Даник, заявляешь, что ты уже готов и знаешь, что это... Я готов, ребят. Это 100% и так понятно. Очень качественная подделка. Что ты сказал там, какого года? Советского. Ну, как минимум... А, советского? Да. Непонятно, не знаю. Ну что, Даник, давай начнем с себя. Ваши варианты отъедут. Через три. Два. Один. Так, а теперь мнение Экспертиуса. Экспертиус. В общем, действительно похоже на серебро. И даже почему я ее разобрал, я хотел посмотреть, как она выглядит... Как она... Как она выглядит снизу на стертых частях, на которых она стоит, чтобы понять, стерлась или нет. Стерлась. А что, серебро не может стереться? Становится сложнее и интереснее. Что же скажет Дима? Рискнул, он рискнул. Ну что ж, в этот раз наш эксперт дал очень умную высель. Но, к сожалению, она оказалась неверной. Даник, я тебя поздравляю. Это настоящее серебро. Столько ненависти. Сейчас становится 4-3. 4-3. Что вы понимали, я оставил всю рюмочку. Я с удовольствием отдаю балл Данику, потому что он заслуживает это. Ну и вот, а так... А так, ну вот, мне чисто интересно, я проверю химическим способом серебро это или нет. Реально, просто прямую тарелку с дерьмом. Фейк или не фейк? А воняет на весь офис. Открывайте глазки. Реально, вот так кал. Это не кал, это минерал. Все-то он знает, как он меня растраживает. Кстати, воняет реально вот рыбкой. Чуть-чуть понюхай, реально. Не хочешь? Она просто лежала в рыбном цеху. Настоящий минерал нет в каком смысле? Ну, они есть разных видов. Да вы что? Конкретно этот похож на розу пустыни. И является ли это розой пустыней? Роза пустыни? Да. Как песня Stinga. Ваши варианты. Через 3, 2, 1. Ну, я рискну, я сделаю вот так. Почему я думаю, что так? Я думаю, что это не настоящий минерал, это искусственно выращенный соленой. Но с солью не пахнет. Я не помню. Это было мнение Даника просто. Солью не пахнет. Смотрите, есть в общем... Я выбрал тоже. Можно вырастить самому какие-то псевдо-минералы и, ну, типа, из соли, условно говоря. Медный куборос можно вырастить самому. И вот эта штука, мне кажется, является подобной. Душного, да, стало немного? Ну что ж, это были интересные факты от Дима Кедди. Я тебя немножечко огорчую. Это настоящая роза пустыни. Это настоящий минерал, который я добыл в Тунисе. Добыл? Был, да. Сам, сам искал. Ребят, так что можно и на рандоме в ничью сыграть. Фу-фу. Фу-фу. Это сдрели в китайскую, значит, закрывайте глаза. Фу-фу. Путло. Я смотрю на ваши нежности и даже не знаю, открывать на глаза или нет. Продолжайте. Раз, два, три. И в рюк. И так, настоящая ли перед вами свеча или это полная щинима? А что, погоди, может быть, не настоящей свечой? Ну, как минимум, если вы развернете и внимательно изучите, есть свечки разных брендов. И вот конкретно это подделка или нет. А, все, я понял. Я готов. Так, этот сейчас будет свечать. Он сейчас весь, весь воск еще расплавит. Посмотрит. Этот воск вроде он не так быстро засыхает, мне кажется. Как переводится свеча? I don't know. Кендал, свеча, скэнтед. Ну, для этого есть яндекс переводить. Свеча на английском кэндалу. Реально? Спасибо, спасибо, бро. Я здесь секунды назад рассказал. Реально, реально, спасибо. Хорошо, что ты зряточен на съемке именно. Кстати, ребят, свеча кэндал. Кстати, ребят, вы сейчас смотрите ролик на ютубе? Если что. Он после съемки в лаборатории эту свечку привезет, там будет химический застав узнавать. Я ничего не знаю в свечках. Я знаю только в одних свечках, если они где-то века 16-го и в глазки стоят. Да, вот по нему он профессионал. Представляю, в такие мы в глазки стояли. Ваши варианты через 3, 2, 1. А Дмитрий думал, Вообще не знаю. Настоящий свеча. Списал. Списал. Теперь ты будешь так говорить. Так, напомните, какой счет был? По-моему, 4-4. Фу-фу. Фу-фу. Теперь ваш счет. Фу-фу. Это настоящая свечка? Это не просто свечка. Это свечка компании... И что? Причем Шадди эту свечу использует не как вот обычную свечу. Как ректально. Так, подождите, у меня вопрос, а вы как вообще свечка пользуетесь? Ну что, финал? Финал. Решающий, кстати. Решающий. Мы не знаем, причем, до этого писала камера Шадона или нет, потому что Клим ее как будто первый раз сейчас включил. А вот эта камера включена? Финал. Причем, первый раз ее включил, да? Финал сейчас решающий голос, кстати. Реально, 5-5. Ответим одинаково? Открывайте глазки. Блин, ну здесь Диман сейчас выиграет. Я вообще не шарю за вещь. А что это такое? Это Майкл Корс? Это Майкл Корс. А вы должны сказать, это фейк орнет. Так, один эксперт говорил, что нужно кожу нюхать с внутренней стороны. Ну Майкл Корс, они дешевые сумки достаточно, поэтому, типа, просто если Луи Виттон был бы, она бы стоила 200 за эту хуйню. Вы бы охренеть, если он полностью залез? В сумку? Да. Такой так. Пошел до куш. Кстати, Дима сейчас рассказал интересный факт. Я не думал, что эти брендовые сумки так открываются. Открываются, да. Я хотел сказать, что ты открыл интересный факт. Я не знал, что относительно этот дорогой сегмент стоит там не 200-300 тысяч, а всего лишь 30-50. Ну, Майкл Корс, это когда я мелкий был еще и не был блогером практически, я с девушкой встречался, будучи студентом, покупал маленькую сумку и вот. я готов дать все это. Так, Даник, are you ready? Я тоже. Ну что ж, ваши варианты финальные через 3, 2, 1. Я с удовольствием отдам тебе баллы, если это фейк, потому что это сделано очень хорошо. Я сейчас слушаю историю Димы, романтичную, я вам подарил небольшой кошелек, этот кошелек просто я продал и забыл сказать, что тот и этот оказались фейком. Фейк реально? Как сделано классно. Я выиграл. А где вы это купили? А в том же переходе. В переходе так сделано? А где этот переход? А почему бы я вот с хуйкой занимался все это время? Ничего, кстати, это же сделано прикольно. А нет, вот это. Да, да. Вот я лошадный. Чуть невнимательно себя подвела, но ты молодец. Я поздравляю вас, поздравляю. Все, все хорошо. Ребят, ну что, я выиграл, а мы вас поздравляем с Новым Годом, потому что мы не успели этого сделать, и я хочу вам пожелать счастья, здоровья вашим близким, чтобы вы всегда заботились о друзьях, заботились о животных, были добрым вообще человеком, потому что доброты не хватает. И нормально, чтобы кот он вас строил, и все нормально, и оттаскапуль, чтобы жули были, здоровья всем, семье, семь, да, что так? Подписывайтесь на канал, ребят, ставьте лайки, пишите комментарии. Лига! 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 Вообще ночь, как-то. Лига! Лига! Лига!